Чистый четверг. Все знают, что в чистый четверг нужно мыть и мыться, но мало кто знает, что именно мыть, как мыть и что еще полезного для своей жизни и судьбы можно сделать в этот великий день. Великий четверг. Чистый четверг – день чистоты. У кого в этот день в доме грязь, весь год будет в грязи и в ссоре. Малых деток стригут впервые на великий четверг, если им уже есть полгода, а лучше год. Срезают понемногу в этот день шерсти у всего скота для его благополучия. В чистый четверг с утра убираются, все моют, иначе весь год быть в грязи, ссорах и болезнях. С этого дня до Пасхи ничего из дома не отдают. А чтобы водились деньги, нужно пересчитать все деньги на три раза, выстрелить из ружья, если оно есть, конечно, переставить мебель. Всем в семье взять по горстке соли и сыпать в один пакет. Это будет называться четверговая соль. Ее убирают и хранят на случай, если надо, полечить кого-то, сделать оберег для семьи, дома или огорода. Если часто ссорятся в семье, то подкладывают кушание с наговором «Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю. Аминь». В целях профилактики пользуются этим заговором и обычной солью. Снять наручную порчу можно сегодня в раз. До зари умыться, говоря, смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается. Все чистым четвергом снимается. Аминь. Чтобы молодцы любили и не обходили вниманием, говорят при мытье так. Как светел и красен чистый четверг, так и я, раба, имя надо назвать, буду для всех прекрасной. Аминь. Ночь на пятницу не спят, а молятся. Нужно делать оберег от колдуна на случай, чтобы тот не смог повесить на вас болезнь свою или чужую. Замесить тесто, сделать столько лепешек, сколько людей в вашей семье. Перед тем, как их печь, чертить на них кресты и говорить. Открещиваюсь крестным знамением, хлебом, богом данным, отдел и болезней колдунов всех мастей и всех волостей. Как эта лепешка во мне превратится в говно, так, чтобы не начал колдун против моей семьи, для него говном обернулось. Лепешки съедаются членами семьи. Желаю вам всего самого доброго и светлого. Всем крепкого здоровья!